В эти дни к тем пассажирам, которые в принципе страдают аэрофобией, прибавились те, кто стал бояться летать после трагедии в небе над Египтом. Как говорят психологи, такие всплески страха практически всегда сопутствуют авиакатастрофам. Теперь первое, что интересует туристов, это не ценные скидки, а то, на каком самолете полетят, сколько лет лайнеру и подробная история авиакомпании. Александра Черепнина продолжит. В офисах турагентств непривычно пусто. Мы обошли несколько и нигде не встретили ни одного клиента. И вот так с субботы, говорят сотрудники, с момента катастрофы над Синаем. Продажи поначалу практически остановились, причем по всем направлениям. Ну вот у нас позавчера была женщина, которая была вчера, должна была вылетать. Вот она тоже мучилась вот этими фойбиями, что она не может лететь. В конце концов, потом она с этой мыслью переспала, ночью там встала, полетела. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на путевки упал как минимум вдвое. Те, кто все же едут, теперь готовы время на дорогу не экономить. Там где-то, возможно, выбирают поезд. Если самолет, то только не Когалымавия. Просьба заменить этого перевозчика на любого другого сейчас самая распространенная среди клиентов туркомпании. Люди, которые купили туры, они не готовы отказываться, но они все звонят в турагентство, они все задают вопросы, они очень встревожены. Вопрос цены и скидок, который обычно интересует в первую очередь, отошел на второй план. Чаще всего люди теперь интересуются, на каком самолете они полетят и как давно он в эксплуатации. Те, кто уже улетел и на отдыхе, следят за новостями о расследовании катастрофы. Некоторые из-за боязни лететь меняют билеты на более позднюю дату, но таких все же единицы. Делать нечего, поездок отсюда нет, придется добираться все-таки на самолете. Конечно, переживаем, но что делать? Построение у всех напряженное, все переживают, очень соболезно, конечно, трагедия очень большая. Начиная с субботы в московской службе психологической помощи был зафиксирован небывалый всплеск звонков. Были обращения, связанные непосредственно с авиакатастрофой и просто с боязнью летать. По статистике, страх перед полетом испытывают 70% тех, кому он предстоит. Но это если никаких резонансных событий накануне не случалось. Они всегда провоцируют массовое проявление аэрофобии. Такие события, естественно. Как правило, такие реактивные состояния не длятся более месяца. Но зависит, конечно, от индивидуальных особенностей. У более впечатлительных людей, склонных к фиксации на негативных переживаниях, это может продолжаться до полугода. Аэрофобия популярнее других страхов. Летать опасаются и те, кто боится высоты, и те, кто не выносит замкнутого пространства. Серьезная помощь врачей нужна только 2% из них. Остальные, говорят психологи, со своими фобиями в силах справятся сами. Причем действовать лучше от противного. Доказано, страх перед полетом тем сильнее, чем реже приходится летать. От этого отталкиваются организаторы психологических курсов, популярных во всем мире. Тем, кто не готов оказаться над облаками, они предлагают делать это снова и снова на специальных тренажерах, которые имитируют полет. Падение спроса на путевки, которое наблюдается сейчас, по предположениям Российского союза туриндустрии, может продолжаться до тех пор, пока не будет выяснена причина катастрофы. Прежде чем сесть в самолет, люди хотят сами оценивать риски. Все это в итоге не может не обернуться для туристического рынка большими потерями. Александра Черепнина, Христина Иванова, Екатерина Овсянникова, Первый канал.